В Ненецком округе, как и по всей России, отметили праздник День рыбака. Он уже стал профессиональным и проводится ежегодно во второе воскресенье июля. В Наринмаре традиционный турнир состоялся на берегу реки Куя. Рыболовы соревновались за победу в семи номинациях. Также для зрителей и участников работала полевая кухня, а для детей организаторы подготовили интересную игровую программу и конкурсы. Подробности в материале наших коллег. Перед началом турнира организаторы рассказывают о правилах соревнования. Одно из главных – каждый участник может использовать только одну удочку с поплавком, на которой должно быть не более двух крючков. Рыболовы борются за победу в семи номинациях. Первая пойманная рыба, самый большой улов, самая маленькая и самая большая рыба, самый опытный и самый юный рыбак, а также самая удачливая рыбачка. Семья Толстиковой в первый раз принимает участие в турнире. На природу выезжают часто и, конечно, рыбачат. Их маленькая дочь Александра поймала уже две маленьких рыбки, чему очень обрадовалась. Папа одну большую, а мы с мамой двое маленьких. Ага, ты первый раз на рыбалке? Нет, я уже столько раз ходила на рыбалку. Надо в течене сидеть. А, чтобы рыбку не спугнуть, да? Да. Тогда она подумает, что человек ее вовит. И она испугается. Чувечка сгрызет и рыбу вьет быстро. Александру Корытову 12. В 6 лет он первый раз взял удочку в руки и с того времени рыбалка стала его любимым занятием. Александра можно смело назвать опытным рыбаком. В 2016-м, участвуя в этом турнире, он выиграл сразу в нескольких номинациях. Самая длинная цепочка из рыбы, самый большой улов по весу и в рисовании эмблемы рыболовов. По мнению подростка, рыбалка не только хорошее времяпровождение. Является, можно сказать, культурой народа уже. Не только России, но и многих других. И как бы ты это чувствуешь, когда уже рыбачишь. Когда другие рыбачат, и ты знаешь, что это занятие не попросту это делается, а ради какой-то цели. В сегодняшнем турнире соревнуются не только юноши и мужчины, а также очень много девушек и женщин. Татьяна Михайлова рыбачит с самого детства. В таком мероприятии принимают участие во второй раз. В 2011-м в командном зачете из трех человек заняли первое место. Их улов составил 352 рыбы общим весом 14 килограмм. Как признается Татьяна, в таком деле важны не только погодные условия, но и хорошая подкормка для рыбы. В основном кукуруза, червь. А так, просто сей год первый раз использовала ванилин. Ванилин прям вчера посыпала и все. Не знаю пока, пока вот что-то слабовато. Ветер не тот, северо-запад, поэтому поклевки не очень. Для зрителей и болельщиков работает выездная кухня. Всех кормят вкусной гречневой кашей. А для детей, подростки из молодой гвардии проводят интересные игры и конкурсы. Жители округа очень активно принимают участие в турнире по рыбной ловле. И с каждым годом праздник отмечается все масштабнее. Конечно, у нас традиционно есть и наши партийцы, которые участвуют традиционно. Традиционно семейные пары принимают участие. Есть действительно, которые борются. И заранее звонили о том, что когда турнир, во сколько начинается. Регламент спрашивали. Поэтому интерес к турниру действительно возрастает. Соревнование длилось на протяжении трех часов. По истечению времени участники представили свой улов на оценку судьям. Жюри взвешивало и измеряло буквально каждую пойманную рыбу. После всей процедуры и подсчета были определены победители. Две номинации «Первая пойманная рыба» и «Самый юный рыбак» достались Владимиру Михайлову. Самая маленькая рыба у Евгения Филипенко. Самым опытным рыбаком в этот раз стал Петр Литков. А самая удачливая рыбачка – Надежда Носова. Три призовых места определили в номинации «Самый большой улов». И здесь победителями стали Александр Ребрунов, Александр Чуйков и Юрий Мурадов.